Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря решение Банка Англии по ключевой процентной ставке будет очень интересно, особенно в свете последних данных по индексу потребительских цен. Фунт остается в моем портфеле как один из самых интересных активов с точки зрения потенциала роста и, судя по последним движениям британского инструмента, мы видим то, что потенциал этого восходящего движения еще не исчерпан. В 12.30 по GMT ждем традиционную для четверга американскую статистику по первичным заявкам на пособие по безработице и продажам на вторичном рынке недвижимости. Будет ли эта статистика каким-то источником повышенной волатильности доллара? Я думаю, что нет. После заседания Федрезерва рынок уже должен постепенно успокаиваться. Нужно переосмыслить все, что мы накопили за последние несколько недель, начиная от данных по Non-Farm Perils, потом данных по CPI, PPI, основной инфляции, промышленной инфляции и сейчас уже постпактум прошедшего заседания американского регулятора с историческим решением снизить ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов. Поэтому я не ожидаю каких-то прям совсем значительных движений и высокой волатильности до конца недели. И сейчас самое время, друзья, еще раз оценить вообще все сделки, которые есть в портфеле, понять, сохраняются ли общие глобальные тренды, которые сложились ранее. Думаю, то, что по многим инструментам вы уже достали до тех целевых уровней, которые отмечали, а если ориентировались на мои советы, рекомендации, то уж точно на них добили. И сейчас впереди выходные, нужно будет опять же подсобраться, потому что в следующей неделе новые возможности. Мы опять же вернемся к оценке всех рыночных трендов и я думаю, что мы начнем добавлять в портфель другие инструменты, за которыми мы раньше не следили, ну или следили в меньшей степени, потому что очень прям были сфокусированы на действиях Федрезерва. Также сегодня еще отчет по инфляции в Японии в 23.30, который предваряет, по сути, заседание Банка Японии. Что касается уровней по основным активам. Индекс доллара 100.75, но минимум вчерашней торговой сессии 99.87. И не передайте, друзья, вам словами, какое же моральное удовлетворение я сейчас испытываю, учитывая то, что мы достали до психологической планки цели 100 пунктов, которые рассматривали в качестве долгосрочного целевого ориентира. И как раз был расчет, что независимо от решения Федрезерва будет точно спровоцирована значительная волатильность, которая поможет нам добраться до данной целевой отметки. Американский регулятор снизил ключевую процентную ставку на 50 байсных пунктов с 5,5 до 5%. Были ухудшены прогнозы по уровню безработицы с 4,2 до 4,4% до конца этого года. Ухудшены показатели ВВП с 2,1% до 2. Что касается данных по инфляции, то здесь американский регулятор уверен, что прогресс сохранится, дезинфляционный тренд продолжится и к концу года индекс потребительских цен будет в районе 2,3%. Напомню, что в июньской оценке предполагался рост до 2,6%. В целом, если сделать опять же прям оцелку тут же, сразу же, на выступление Джерома Пауэлова на пресс-конференции, ничего прям нового, да вообще ничего нового не было сказано. То, что американский регулятор по-прежнему следит за макроэкономической статистикой, решения не принимаются заранее, нужно было начать смягчать экономическую политику, потому что для этого сложились все необходимые условия, мы это прекрасно знаем, потому что сколько раз ФРС и Сан-Пау делали отсылку на слабость национального рынка труда и пересмотренные прогнозы доказывают то, что с этим сектором что-то не так. Им нужно помогать через дополнительное экономическое стимулирование. Именно этим и будет заниматься американский регулятор. Самое важное, что ставка будет снижаться и дальше. Она будет снижена на каждом заседании до конца этого года. И я позволю предположить, что эта тенденция не изменится и не приостановится и в первом квартале 2025 года. Поэтому мы готовимся сейчас, пока ориентируясь на ноябрьское и декабрьское заседание, что ставки будут снижены как минимум на 50 байсных пунктов. Точечная диаграмма, консенсус представителей Федрезерва этому сейчас не противоречит. И если развивать эту тему, то, соответственно, дальнейшее смягчение национальной монетарной политики будет способствовать долгосрочному ослаблению курса американского доллара. И я думаю, что мы в конечном счете вернемся дальше к идее доллара. Я прямо в этом не сомневаюсь. Но в ближайшие дни лучше посмотреть за развитием событий со стороны. Кто знает, друзья, может быть, через неплохой коллекционный откат у нас появится возможность зайти в эту сделку по более интересным и приемлемым уровням. Единственный момент, который хочется также отметить, что когда американский регулятор снижал процентную ставку на 50 байсных пунктов, в прошлые разы после этого следовали страшные события. Это и кризис доткомов, и финансово-экономический кризис 2007 года. Я очень надеюсь, что эта отсылка сейчас к истории не станет предвестником того, что что-то грядет нечто подобное. И мы с этим в ближайшее время столкнемся. Ну, будем держать руку на пульсе и следить за тем, что происходит с финансовыми инструментами и дальше. Золото 2,563 доллара за трюскунцию. Как и ожидалось, на тех движениях, которые были вчера, золото обновило исторический максимум. 2,600, катило. Сейчас находится на том уровне, который я назвал. В целом новостной фон, десятилетки, доллар, точнее потенциал того, что с этими инструментами может произойти дальше, они создают условия для того, чтобы и дальше удерживать золото в длинных позициях. Сантимент 40,60 – это не такие красивые значения, как раньше. Поэтому, друзья, я вас призываю прямо сейчас, если вы все же сомневаетесь, поверьте, эти сомнения вряд ли возникли на пустом месте. И если вы уже очень неплохо заработали на этом восходящем движении, то лучше уже сейчас фиксироваться, потому что в ближайшие несколько дней на рынке будет неопределенность. Евро против доллара 1,1120. Здесь я за идею дальнейшего роста в этом прямо не сомневаюсь. И думаю, то, что в ближайшие недели мы смело можем смотреть на отметку 1,12. Будем дальше следить за макроэкономической статистикой. Но, как я комментировал уже на прошлых брифингах, Бритрий ЦБ начнет или продолжит снижать ключевую процентную ставку в этом году. Поэтому на этом можно будет отстроить идею на контрасте политики ЦБ и ФРС. Фунт 1,3210. Вот фунт, пожалуй, остается таким же интересным активом, как и раньше. Сегодня заседание Банка Англии. Вчера мы анализировали данные по инфляции. В годовом выражении показатель остался на прежнем уровне 2,2%, даже несмотря на рост в месячном. Но самое важное, базовый индекс вырос с 3,3% до 3,6%. И это было самым важным условием, которое должно было позволить нам быть полностью уверенными в том, что Банка Англии не станет снижать ключевую процентную ставку. По консенсус прогнозов сегодня мы видим то, что, скорее всего, ставку ставят на прежнем уровне. Я думаю, что так оно и будет на отметке 5%. Без снижения процентов ставки, когда другие центральные банки это уже сделали, фунт прям может оказаться чуть ли не основным лидером роста. Поэтому я жду фунт доллар выше уровня 1,33. Доллар канадец 1,36. Сейчас локальное восстановление доллара. Идея того, что Банк Англии будет агрессивно смягчать экономическую политику после данных по инфляции. Путь вверх открыт. Здесь прям ставьте ориентиры на значениях, которые нравятся больше. 1,37, 1,38 мы туда точно, друзья, придем. Американский фондовый рынок, я вам говорил, друзья, что это идеальная сделка на покупку без каких-либо сомнений. Особенно после последних коррекций. И 5,735 это уже означает то, что индексы находятся на исторических максимумах. И я очень надеюсь, что вы заработали на этом росте, потому что рынок фактически раздавал деньги и возможности, которые нужно было использовать. Что касается нефтянки, 72,90 на фоне роста геополитической напряженности за одновременной детонацией пейджеров. Я думаю, что за этими новостями вы следили. Пейджеров участников Киезболы. Обвинили, опять же, во всем представители Ливана Израиль. Есть риски каких-то возможных ответных мер. И в конечном счете снова затягивают нас в плоскость вот этих геополитических отношений, что раздувает премию за риск и способствует росту цен на нефть. Но думаю, что этот фонд может очень быстро быть нейтрализован. Поэтому в целом мы вернемся к соотношению спроса и предложений. Найдем больше оснований для дальнейших продаж. Но сейчас в нефтянку я бы не советовал, друзья ли, есть. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.